Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лапа Дом. И сегодня речь пойдет о самом, что ни на есть, расклассическом комиксе. Том самом, так сказать, возвращаемся к истокам, к самому началу, с которого началась большая, сложная история жанра. Вы меня поправите. 1946 год, когда вышел первый выпуск «Счастливчика Люка», это вовсе не начало истории комикса. Разумеется, нет. Но просто всегда начальную точку отчета очень сложно поймать. Это можно дойти и до древнеегипетских пирамид с историями, рассказанными в виде рельефов и картинок, до иконописи, где у нас вокруг центрального изображения жития святого расписано в коротких рисуночках, клейма они называются. Вот вся история. Знаете, где считать начало комикса? Изначально жанр был именно таким. Ярким, приключенческим, захватывающим, но одновременно нарочито упрощенным, развлекательным. Развлекательность обязательно была составляющим. В общем-то, незатейливым чтением. И сейчас, когда многие, далеко не глупые люди, с презрением говорят, зачем ты рассказываешь о комиксе? Что это такое? Им я хотел бы уже, наконец, окончательно возразить и попросить, давайте мы договоримся. Комикс не является эрзацем или каким-то недоделанным чтением. Это на самом деле отдельный вид искусства, синтетического искусства, сочетающего графику и слово, художественное слово. Здесь нельзя отдать предпочтение ни слову, ни, значит, изображению, потому что в комиксе, в комиксе это абсолютно равновеликие вещи, они обязательно должны сочетаться, подходить друг к другу. Комикс делает коллектив авторов. Это, знаете, как в кинематографе, довольно сложно работать командой. И вот Морис де Бевер, который в 1946 году начал свою эпопею с счастливчиком Люком, значит, он на протяжении 20 лет придумал новые сюжеты и увлекательные выпуски для детей. Ему в этом помогал через десятилетие, примерно в 1955 году, как гласит аннотация, Рене Гассини к нему присоединился как сценарист. И вот вместе они продолжили, значит, эту невероятную гасканиаду. Почему? Потому что «Дорога по прерии» и вот еще два выпуска «Дирижансы, братья» это, собственно говоря, прекрасный обращик того, каким комикс был, каким начинался. И когда сейчас мне говорят, что комикс это не чтение на самом деле, это вот и не книга-то совсем, я призываю наоборот отбросить все сомнения и обратиться, может быть, если вам уж так непривычен такой вид подачи материала в современном графическом романе и графической новелле, есть великие достижения в этих жанрах, и, собственно говоря, в данном случае комикс даже жанром нельзя назвать, это отдельный вид искусства самостоятельного уже, визуального. И в этом виде визуального искусства созданы шедевры настоящие. Они полны психологизма, полны наработок современного кинематографа, современного изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства, и современная литература, которая впитала, пережила, переработала достижения модернизма и уже на совсем другом уровне подает историю, сюжеты и образы. Теперь о жанре. Что такое «Счастливчик-люк»? Это история в жанре вестерна. Вестерн – это не просто жанр. На самом деле это и не жанр вовсе. Вот роман, рассказ, новелла – это жанры. А вестерн – это, как вам сказать, наджанровое образование. Понимаете, в жанре вестерна, говорят, да, но на самом деле это устойчивый такой конгломерат, такой устойчивый образов, приемов великолепных, да, и, значит, типажей. И вот все вместе из этого пазла нельзя вычесть какую-то деталь. Получится что угодно, прекрасно и, возможно, но не вестерн, да. Все вместе они составляют то, что мы называем вот этой историей про Дикий Запад. И Запад-то здесь ни при чем. Вообще говоря, Рене Гассини и, значит, Морис де Бевер составляют такую целую эпоху в франко-белегийском, значит, направлении комиксов. То есть, видите, совсем не про Америку речь. Просто истории про Дикий Запад, они очень привлекательны, да, еще раз говорю, развлекательное приключенческое чтение. А так вообще это совершенно отдельная традиция, если очень сильно упрощать и угрублять. Есть три больших таких потока, три больших направления. Первый – это американские комиксы с супергероями, с их вселенной, с их легендариумом и так далее. Европейские комиксы, которые прежде всего франкоязычные, ну и все к ним примыкающие, да, там есть отдельные национальные школы и эпохи целые, знаменитые авторы. Я просто не знаток и, как говорится, сильно упрощаю, излагаю вам это. И третий – это восточная традиция, которую условно можно назвать мангой, потому что, ну, в Китае не манга, и, значит, в других странах Востока тоже не манга, да, но в целом она вся вокруг манги базируется и как-то к ней тяготеет, да. То есть получается такое вот третье русло, да. И когда мы сейчас говорим о «Счастливчике-Люке», мы как раз имеем вот классическую европейскую традицию. Так почему же вестерн? Вестерн – это обязательно следующие исходные условия. Еще раз говорю, набор типовых приемов. Не рассказ, не роман, не новелла, потому что вестерн может быть в жанре кукольного спектакля, вестерн может быть в жанре мультфильма, в жанре комикса, пожалуйста, да. Вот, обязательно должно быть огромное пространство. Оно может быть географически совсем небольшое, да, линейное, но оно в этом произведении представлено как необъятное, да. Огромное пространство, где очень слабо централизованная власть, где закон и порядок попраны различными мошенниками, злодеями и так далее, просто потому что, ну, не дотянуться. И там трое суток, птица-тройка, значит, у нас скачет по Руси. Вот это типичное пространство вестерна. Трое суток скачи, никуда не доскачешь, вот. Это совершенно может не обязательно происходить в прериях, да. Это может быть, допустим, пространство Крайнего Севера с коренными народами, его населяющими, да. Тоже пространство вестерна. А второе условие – это слабость вот этой централизованной власти. А это не обязательно про государственную политику и госструктуру истории. Это может быть централизованная власть вождей племен, каких-нибудь волшебников-узурпаторов, да, каких-нибудь, значит, волшебных владителей, там, царей-государей, да. Но она, её не хватает, её не достаёт, то всё пространство. И там начинает, воцаряется беззаконие, да. Вот это вот второе условие. Третье условие – это герой-одиночка. Поймите, парадокс состоит в том, что героя-одиночка может быть много. И его может быть несколько. То есть, это не просто друзья, соратники, да. Они действительно, каждый вот выступает только команда супергероев. И при этом всё равно каждый из них одиночка. Потому что даже если их несколько, по сравнению с вот этими вот аморфными, бесчисленными силами, значит, хаоса, анархии и насилия, да, они, в общем, ну, как бы одиночки, да. Они вот выходят один на один в поединок с этим совсем. Вот это исходные данные. Нельзя вытащить из этого пазла ни один кусочек. Там есть ещё ряд условий, которые варьируются. Похожая ситуация, допустим, в фильме Акира Курасау «Семь собураев». Казалось бы, средненьковая Япония, бесконечно далёкая по декорациям и по всему остальному пространство и сюжет бесконечно далёкий от Дикого Запада. Однако там точно то же самое происходит. Да, там именно что крестьяне в поисках защиты от беззакония обращаются к этим самым героям-одиночкам. Их там семеро. У них есть вожак, на которого все ориентируются, в том числе крестьянский сын, который, значит, стремится стать самураем. Но, притворяется, вернее, самураем. Но, тем не менее, как бы вот эти вот герои, они выполняют вот эту миссию, да. Это абсолютно моделька вестерна, да. Так что нету ни ковбоев, ни индейцев, ни прерий, а вестерн есть. И вот точно так же в «Счастливчик и Люке». Это великолепное именно детское чтение. Несмотря на то, что издатель благоразумно и очень толково, с моей точки зрения, предваряет выпуск, соответственно, всем предисловием, дорогие друзья, в этих книгах встречаются такие моменты, когда герой и его друзья, и его враги употребляют спиртные написки и курят. Но мы призываем вас понимать, что это дань тем временам, когда цивилизация и ее благо еще не достигли всех концов земли, да. И вот люди вели себя соответствующим образом, да, не вели здоровый образ жизни. Надо сказать, что эта проблема мучила и самого Мариса де Бевера. И, кстати, в аннотации это тоже упомянуто. С 80-х годов, с последующих выпусков «Счастливчика Люка» он заставил его бросить курить. Вообще бросить курить, ковбоя заставить – это, ну, я не знаю, это подвиг. Недаром Всемирная организация здравоохранения была очень благодарна авторам сверхпопулярных комиксов за такой положительный пример. Вот. Значит, и вот у нас отправляется в путешествие с «Счастливчик Люк». Вот у меня здесь три выпуска. Значит, «Дорога по прерии», «Дилижанс» и «Братья Далтоны». Это классические совершенно истории про «Дикий Запад». Будут перестрелки в салонах. В салонах будут, значит, дикие сцены, скажем так, когда шериф далеко и за его спиной творится бог знает что. Будут, соответственно, погони по прериям, по пустыне, когда люди погибают от жажды. То есть будут чисто ковбойские шутки и приколы. И это всё очень органично смотрится, потому что ты изначально принимаешь эти правила. Есть герой, счастливчик Люк, который стреляет быстрее своей тени. Вот он, значит, простреливает у нас тень на четвёртой сторонке. Есть его верный Рассинант. Рассинанта зовут Джонни Джампер. Вот. Такой прыгающий. Он не то чтобы джампер, но он, в общем, хороший конь, верный товарищ. Вот. Есть его друзья, есть враги. Есть прекрасный городок Гробсвилл. Одно название которого говорит само за себя. В общем, у грабовщика там работа не переводится, конечно. Есть вполне себе реальная историческая основа, о которой в конце книги даётся, например, справочка. Это, кстати, характерно всем комиксам. Тут, значит, есть историческая основа. Это постройка трансконтинентальной железной дороги. Для Соединённых Штатов Америки в 19 веке это был настоящий подвиг. Началась стройка в 1863 году, и до 1969 сводились две линии вместе, и, наконец-то, они связали страну, потому что, ну, дилижанцами не наездишься. Железная дорога – основа любой промышленности, индустрии и так далее. Как раз тот самый закон и порядок, который пришёл, по крайней мере, по одной линии, да, на эти необъятные просторы. И вот сейчас Левчик Люк якобы, значит, у нас сыграл важную роль в критический момент, помогая постройке этой самой трансконтинентальной железной дороги. Вообще, все комиксы, все три выпуска и последующие, я думаю, у Мариса де Бевера и у Ранья Гассини отличаются великолепным сюжетом. Там очень интересно всегда построено приключение. Очень здорово, я бы сказал, не то чтобы прославляются, да, но ставится в пример дружба, взаимопомощь, здравый смысл, да, отвага. Причём отвага не безумная такая, там я выйду и всех победю, да, значит, отвага, которая позволяет действительно построить свой замысел, да, и обхитрить, обмануть этих мошенников, злодеев, бандитов. Комиксы нарисованы и сочинены очень мягко. Вы там, друзья мои, окровавленных трупов не найдёте, потому что это детское чтение, это такой хороший диснеевский стандарт, да, который в определённом возрасте, младшем школьном, конечно, я имею в виду, уместен. Дальше это начало бы раздражать, но помните, в самом начале рассказа я вам говорил, мы возвращаемся к истокам, мы к тем самым золотым, золотому веку комиксов, когда, собственно, это было прекрасное, увлекательное чтение, отличная дорога в литературу для ребёнка. Потому что это действительно литература, это романтика, это приключения, это огромный пласт великолепных шедевров кинематографа, да, которая становится понятнее и ближе после таких комиксов. И это, конечно, отличный юмор, потому что здесь у нас есть очень смешные мизансцены. Вообще большинство гэгов именно тогда и придумывались, в начале 20 века его в середине. А потом уже мы видим всё-таки повторение вот этих историй. Так что они стояли, как сказать, если у него истоков комикса, ещё раз повторюсь, чтобы не было возражений, комикс-то зародился и развивался намного-намного раньше, да. Но к середине 20 века это стало уже таким вот закономерным плодом развития этого жадра, да, когда вот такие вот отличные истории. Как хорошо, что они переведены на русский язык. Не надо пугаться, что там идёт постоянная стрельба, значит, что там будет какое-то насилие, что там, опять же, у нас герои употребляют алкоголь, да, и курят. Это абсолютно естественное, да, неизображение. Мы не можем пещерного человека изобразить в галстуке бабочкой. То есть можем, конечно, это будет отдельный такой жанр юмористический, да, но это будет неправильно. Пусть ребёнок заранее поймёт, насколько дика и, значит, местами груба и страшна была жизнь ещё 100 лет назад. Ну, там, 150 лет назад, да. Вот, соответственно. И всё это для нас изображает литература, посвящённая тому времени. Соответственно, очень рекомендую счастливчик Люк. По-моему, это отличный пример как раз того комикса в первоначальном смысле слова. Прекрасного, сюжетного, развлекательного чтения для ребёнка. Я думаю, что совершенно не устаревшего ни на йоту, да, за прошедшие годы. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.